И здравствуй, товарищи, с вами Сетт, и мы начинаем проходить Fallout 3. И вот уж не знаю, как меня сюда занесло, но мне, в принципе, понравился Нью-Вегас, и я хотел все-таки посмотреть всю историю Fallout, так сказать. Третью часть я пробовал проходить, наверное, раз в шесть, поэтому вот эта ужасная заставка, она меня ужасно просто, просто уже задолбала. Первый раз, когда я проходил, она мне понравилась, безусловно, тут вау, с рождения, там, год спустя, пять лет спустя, так далее. Это было круто, но сейчас я уже просто хочу эскейп задрочить на своей клавиатуре, лишь бы пропустить всю эту фигню, но, увы, не получится. Во всяком случае, у меня... А у вас все нормально, вам все ок. Вы посмотрите на название, это цветоглаз. Халк, вре превращение 2, женский вре. А чем женский вре? А... О, ну да, гламурный вре. Только что это за вре такой? Ну, мое любимое это вот. Эм... Где же, где же, где же, где же, где же... Хреновый клоун. Как вам такое? Вы когда-нибудь видели хренового клоуна? По мне, так они все хреновые, но... Если вы видели особо хренового клоуна, знаете, у него такие глаза. Ну что ж, вот такого урода я создал. В принципе, не умею я создавать героев, так что... Довольствуйтесь этим. Да ну нафиг, я видел тебя, совсем не похож. Гу? Спустя. Да, да. Убежище, все дела. Кстати, вы, наверное, уже... Ну, я надеюсь, то что... Заметили то, что... Здесь... Английская озвучка, и... Я могу объяснить, это просто связано с тем, что... Я не капрофил. Я не люблю есть дерьмо, и поэтому... В русскую озвучку этой игры, именно этой... Я играть не собираюсь. Я считаю, это полный бред. Это ботяньки на кровати, так думаю. Тяжело ему, наверное, через манеж туда залазить постоянно. Итак, собственно, в чем суть? Давайте сразу к делу. Что ты человек. Ну да, спешл, это переводится как человек. Система спешл, да. Интересно. Че это сила. Стрэндж. Это все правильно, да. Е это там ловкость или что. А, сила. Чем сильнее буду я, тем дольше смогу прыгать в манеже целый день, играть, тяжелые игрушки брать. Что за бред? То есть... Какой ребенок хочет играть весь день в манеже? Я не понимаю. Пойти на стройку там, в сифу бутылкой покидать. Вот это норм. Восприятие. Еще есть слово восприятие. Мне нужно развивать его. Я буду все пробовать нюхать. Буду видеть. Нюхать? Пошел ты. Слушай, я не хочу, чтобы у меня был наркоман. Все пробовать и нюхать. Ну ты, блин. Чему детей у них в убежище учат с самого детства? Выносливость легче будет бегать мне. Если я выносливый, я не устану долго-долго. Ну прямо как взрослый. Ну, блин, стихоплеты, это, конечно, жесть. Харизма очень рада мне, друзья. Ведь харизматичные они, добры и веселы. Их так много у меня. Нет, как показывает практика, не так уж и много. Интеллект. Весьма я умен. Математику люблю. Хватка и к наукам одарен. Умные вещи говорю. Ну это можно просто безоговорочно вот так вот сделать. Ловкость. Если нужно спрятаться, это я могу. Я ловкий, быстрый, легкий, без шума я иду. Удачи. Какой же я счастливый, какой же я счастливый. Мне всегда во всем везет. Удача на руках несет. Да, это в полной мере описывает эту характеристику. То есть, когда человек начинает игру, он такой должен вот поэтому вот понять, какая из характеристики ему лучше. И мне всегда во всем везет. Что ты, что это? Какие 2% крита? Не, не слышал. Что за бред? Ну и все-таки сделаем вот так вот. Вы сейчас скажете, дебил, что ты делаешь? Нет. Не поднимай силу, ведь это полный кал. И я с вами согласен. Сила была бы полным калом, если бы я не собирался проходить милишным бойцом. То есть, а дальше я понятия не имею, что делать. Что мне понизить еще? Харизмы или... Ну, интеллект не жди, братья, я не буду. Удача или ловкость? С одной стороны, ловкость это васт, а удача это криты. Ну, там критов, по-моему, не так уж и много, так что... А восприятие у нас, блин, хрен знает на что, вообще влияет на взлом замков, да что-то типа того. У меня стоит мод, который можно дверь взрывать, так что, в общем-то, насрать лучше. Ловкость, выносливость, сила. Надеюсь, я не обосрусь таким билдом. Ну, просто все играют за снайперов. Вот посмотрите, летсплей по фоллауту, все играют за снайперов. Ну, серьезно, задолбало уже. Я люблю снайперов, снайпер мой любимый класс. И в фоллауте им играть легче всего, но все играют за снайперов. Тихо, зажмемся в угол, может, ботяня нас не заметит. Маленький исследователь. А как ты узнал, что я вышел? То есть я только дошел до туда, вернулся и закрыл снова манеж. Какого хрена ты... Что-то вообще... Как ты... О! Я из Мальфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Откровение 21.6. Ты мне то же самое, что ли, говорили? Чувак, твой годовалый ребенок умеет читать, забей, можешь не стараться. Она всегда это любила. О, ты знаешь, что... Мать умерла при родах, то есть, по идее, если бы ты мне о ней никогда не говорил, возможно, я бы никогда и не узнал, что нет у меня матери. Потому что, насколько я понял, мать здесь в этом уперище есть только у Буччо, и то ее можно убить, так что... Ммм... Так что, да. А, твою мать, какое дерьмо. О, поздравляем, шарики, осмотритель. О, батя не оброс, смотрите-ка щетинка, а у меня щетинка не появляет, блин, я еще не могу крутить персонажа. Здесь, уперище 101, как эти исполниться 10 лет? Да-да-да. Вам может показать, что это неинтересно, но просто я хочу сострить, вот, типа, что это, чувак, что за говно ты мне суешь? Зачем мне это? У меня батяня доктор, он... Он собрал мне нифиговый КПК, сейчас покажу. Вот, смотрите, вот, мне батяня подарил нормальный пип-бой 2.5, не надо носить на руке, он удобный тут все, он... Снар, инфа, стат, он даже переведен, то есть, вот тут... Это круто, вот мои характеристики, и даже мои навыки. Надо же, такой маленький, а уж и ремонт 22, и наука 22. Зато всего остального нету, надо было повышать все-таки, наверное. Ну-ка, а сколько я могу нести в таком возрасте? Ой, 230. Чего, футов, наверное? Тут же не в килограммах вес, наверное, в футах. Так что... Нет, не иди ко мне, девка. А, это мне надо к тебе подойти, ну, совсем оборзели. Ладно. О, торт, торт, дай мне торт. Дай, дай, дай мне торт. Что? 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 Батяня, чё за халтура? Слышь, 10 лет, какого хрена этот торт без коржей? Где коржи? Почему здесь одно масло или... Что это? Крем? Это не торт, это просто масса крема. Где мои коржи с... Эээ... Где мои коржи с маком, с грецким орехом, пропитанные... Эээ... Там с сиропчиком ванильным. Блин, ну чё за халтура? Вообще, никакого праздника торт не дали. Пойду оскорблю мамашу этого урода. Господи, вы посмотрите на его глаза, они же огромные. Или мне показалось. Господи, вы посмотрите на его лоб и на его огромные просто глаза. Вот представьте то, что... Вот за тем, что мы видим, ещё классное яблоко. То есть, мы-то видим только малую часть его глаза. Она просто огромная. У него взгляд, как у Дауна в натуре. Я... Я не знаю. Можно, конечно... Можно, конечно, его мамашу. Но, блин. Неудивительно, что она алкоголичка. Вернее, неудивительно, что он такой, если она алкоголичка. Блин, ребята, вот вам напутствие по жизни. Не будьте алкоголиками. У вас будут рождаться дети с огромными глазами. На, забирай рулет, я... Я не хочу с тобой иметь никаких дел. Не хочу обижать Даунов. Хотя, похоже, здесь все дети уроды. Ладно. А ты умрёшь. А может и нет. Хотя, скорее всего, да. Век живи, век учись. Кто тут? А как ты узнал, что это я? Я же ничего не говорил. Хреновый экстрасенсы в убежище. Батяня. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот бред. Мы жители убежища, мы одна семья. Так. Ладно, сейчас будет очень важная миссия. Давай, открывай, батяня. Все, теперь надо быстро успеть, 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 успеть. Есть! И я успел. И ты не будешь мучить меня своими базарами и своим стихотворением вонючим. Пошла ты! Вообще, все, я пошел. Вон, наконец-то. Блин, как же она меня достала постоянно. Болтает. Здорово, Никит. Будем, типа... Ладно, вот так вот. Так, батяня. Давай. Ты готова для твоего сюрприз? Эээ, давай. Джон, ты знаешь, как... Так, что... С тебе еще нельзя стрелять? Да. Ого, смотрите, как клево я с пипбоем в руке. Да, видать, придется этот мод отключать, раз он так глючит. Ну, ничего не... О, шкаф. Можно обшарить. Пустой. Как обидно. Чиньк. 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 А на этого мы потратим васт. Сдухую стрелять убьем. Убьем. Хорошо полетел, слушайте. Батянь, нужен тебе такой этот... Охрененный летун космический? Нет? Ну, ладно, фото на память. Чиньк. Шесть лет спустя. Да, забавно, что сначала игровая картинка появилась, а потом уже это надпись. Криворукий. Бесездовский. Или кто бы то ни был, криворукий. О, вот, собственно, у меня на самом деле есть мод, который позволяет... шестнадцать лет, ни хрена, сит шестнадцать лет. Который позволяет... Ээээ... Эй... Пока, отвали. Который позволяет начать игру сразу же с выбора характеристик. Мы потом просто выходим и... И все, буквально 2 минуты занимает начало, вместо 40 вот этих вонючих. Но мне нужно вот это вот взять. Гребаный пупс на 10 медицины. Дело в том, что... Все нормально, батя, не это, не нервничай. 10 медицины... О, епте, смотрите на нее, она накрашенная. Блин, я не помню, чтобы я ставил мод, чтобы были люди накрашены. На русские текстурки, да, но... Что тут происходит? Так, ну я лучше... То есть, что, чувак, ты мне ставишь упрек, что в убежище, где все изолированы друг от друга, у меня есть девушка, а у вас банда из трех человек? И ты меня, то есть, меня в этом упрекаешь, да? Эй, слышь, козлина, я сказал только ты... Да что ж ты глючишь-то, гребаный пип-бой. Вонючий. По крайней мере, он появляется быстро. Поиграем в салочки. Тупой ии. Да, в фоллауте всегда был тупой ии. О, нет, смотрите, негер умный. Отбежал меня с другой стороны. Она это что-то... О, блин, негер. Он реально вывозит. О, чё скажешь, Энди, давай. Ударьте робота, и он вас испепелит нахер. А может, в ботяне пойдем? Я получил карму. Ха-а-а. Чё скажешь? Чё, типа, ха, испугались, потянем. Ну, ей сыкло. Ну, блин, слушайте, она накрашенная какая-то, капец, блин, как... Как Саша Грей, я хрен знаю. Ладно, эээ... Ну, как думаете, стоит про... Нет, я думаю, не стоит проходить эту козу. Это неинтересно. Круто, покажите правильный ответ, и я поставлю галочки. Так, что выбрать? Выбрать, выбрать. Медицину возьмем. Науку и... Без оружия. Я хочу ходить с кастетами. Так. Медицина, наука. Или вместо науки взять ремонт. Да, наверное, так. Или красноречие. Чёрт. Мне по-любому надо брать без оружия и... Медицину. Хотя медицина у меня и так довольно высокая. А почему у меня мед... А, я же взял пупса. Ну, тогда, на начале... Может быть, красноречие... Наука? Нет, ремонт. А чё мне ремонтировать? А, меня постоянно будут бить, мне надо будет ремонтировать броню. А у кого мне ремонтировать? Блин. Ладно, да... Ммм... Я надеюсь, здесь есть, как в Нью-Вегасе, ящики с этим... Верстаки, где можно оружейные ремонтные ящики делать. Если нет, то я конкретно облажался. Всё. Выйти из класса. Неудачник. О, давайте почитаем, что здесь написано. Сегодня пишем козу. Тема следующей недели. У вас что, занятие раз в неделю? Блин, везёт. Хочу жить в убежище. Большая книга науки, страница 927. Защита от воздушных микробов. Чарльз Тиккенс. Холодный дом. Женщина в роли матери. Бедность. Романтика. Бюрократия. Броч геморрой лечил всю ночь. О, это мистер Броч. Э, чувак. Зачем же ты про себя шутки такие пишешь? А, это не шутка, это призыв какой-то. Кристина Кондал Дура. Ты Кристина Кондал, ты Сизимак. Ты Кристина. Скажу тебе по секрету, тут кто-то в тебя влюблён. Ну ведь это проявление любви, если ты называешь девку дурой. Давайте посмотрим, что тут у нас. А, х равно квадратный корень 16 в кубе минус 73. Примерно равно. Что, серьёзно? Примерно равно? Это же ни о чём, ну... Ну, возведите его 16 в третью степень. Вычтите 73. Извлеките квадратный корень. И всё. Вы даже примерно равно не можете рассчитать. Не говоря уж о точном равно. Что за... Хочу жить в убежище, если у них такие темы. Они раз в неделю занятия... Хотя неудивительно, что они такие тупые раз в неделю занятия. И пишут они какую-то козу. Это... Ну, сразу показывает, что... Ну, вы понимаете. Ой. А, блин, какая же ты красивая. Но, блин, это так нереалистично, что ты такая накрашенная. Что случилось? То есть, как отец ушёл? Что сотряслось? Они убили Джонаса. Ты в порядке? Не волнуйся. Сейчас нам пора. Дверь запечатана. Оказывается, нет. Нет, ничего не говорил. Извини. Но это важно. У меня есть план. Сбежать опять же? Как? Секретный туннель. Отличная идея. Давай выбираться отсюда. Нет, оставь его себе. Ну, что ж. Я думаю, мы отсюда и начнём с следующей части. Десять стимуляторов? Серьёзно, в начале игры дают уже десять стимуляторов? Нифигово. Так. Следующая часть. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. И... Смотрите продолжение. С вами был Сет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok